продолжаем верстать наш макет второй урок практической части и в общем то будем детально сейчас наполнять каждый из тех блоков которые мы вот в прошлом в прошлом уроке описали в нашей части html и так по страничке идем сверху вниз слева направо как говорится так как читаем так и собственно и пишем так и код будем набирать че тот div класс header div класс header мы с вами определились еще с первого урока что это div который включает в себя наш вот он как бы так вот выглядит что он в себя включает он себя будет включать логотип и он же будет включать себя вот как бы все наши пункты меню меню с нашими там перегородочками что мы будем делать значит поскольку логотип это всегда ссылка на главную страницу как бы это это такое правило есть да негласное что логотип это как правило всегда ссылка на главную страницу вот а меню мы с вами будем делать на списке то есть используя маркированный список вот собственно все что нам надо сделать ну каждый каждый пункт меню соответственно да он он же будет у нас являться нашей ссылкой вот соответственно это нам нужно написать логотип у нас является ссылкой на страницу соответственно пишем а ставим шреф можно поставить на решетку внутри а что мы должны с вами сделать мы должны сделать image src dreamweaver тут позволяет сразу же до выбирать наши картинки так значит выбираем логу альтернативный текст для логотипа в принципе можно написать company name закрываем и для нашего логотипа мы еще сделаем класс лого чтобы в будущем дать некоторые отступы для нашей для нашего логотипа да и отцентрировать его следующее раз два три 4 5 6 пунктов меню у нас соответственно на шесть пунктов списка да мы делаем наш ул ненумерованный список сделаем ли в каждом каждый пункт меню у нас является ссылкой поэтому вставим еще раз и ссылку а шреф тогда и таких собственно у нас пунктов должно быть шесть штук да мы насчитали три четыре пять шесть далее идем photoshop инструмент текст все это копируем если не по макету что-то свое делайте можете принципе свои пункты писать да я же буду ставить их я буду делать все как бы так в точности по макету ну принципе не никто вам не запрещает делать что-то свое то есть сразу переводить можно принципе да на русский язык здесь макет не не совсем русский так в принципе я его нашел просто в интернете такой попроще но но в целом вполне симпатичный макет поэтому я его и взял для наших учебных целей он нам подходит видим появился наш маркированный список пока что как бы совсем ничего общего с тем что мы должны получить да пока что мы не не видим но тем не менее мы мы получим то что нам нужно когда оформим с помощью стилей так значит логотип есть меню будем считать да тоже что есть следующий момент который мы должны с вами заполнить это main content а значит контент main image в общем то здесь стоит единственная картинка поэтому сразу же делаем image src выбираем путь картинки и там некий альтернативный текст который принципе так атрибут alt просто обязательно должен присутствовать может быть пустым но он присутствует должен вот далее далее что мы должны с вами наполнить это content left content left мы идем в наш photoshop а ну давайте с помощью браузера посмотрим да картинка до отобразилась вставилась далее идем photoshop и content left вот вот все что у нас для нашего контент left копируем копируем ставим в общем то все это в наш dreamweaver да либо там блокнот в чем смотря в чем вы работаете и соответственно разбиваем значит вот заголовок у нас будет собственно заголовком да причем делаем его заголовком там первого уровня здесь dreamweaver есть такая вот вещь которая позволяет вот так сразу расставлять теги то есть простым выделением нажимаем тег п все что мы выделили она у нас становилась параграфом если из блокнота работаете ну придется немножко больше времени потратить да и вручную все это написать так значит контент left мы наполнили остался нам контент райт наполнить давайте в браузере посмотрим до контент райт контент райт точно также чем-то берем копируем доставим в dreamweaver делаем заголовки теги p и стало быть вот это тег п да давайте посмотрим в браузере что у нас получается единственное что возможно да придется ну здесь как бы так логично разбиты контактные данные я так понимаю да то есть можно поставить некоторые теги перевода на новую строку вот вот так вот как есть да здесь поставить br и здесь поставить br и так соответственно вот тут вот тоже нам придется поставить бр ну просто чтобы скажем тогда все соответствовало макету так все 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 нормально все отобразилось и собственно одна мелочь которая у нас осталась это вот наш футер с так сказать правовой информацией можем сделать его в тег п вот собственно и все вся наша разметка она целиком и полностью готова до можем переходить к нашим стилям css но прежде чем к ним переходить чем-то нужно было наверно сразу про это рассказать но в целом да скажу что верстка такая вещь которая должна одинаково хорошо отображаться во всех браузерах ведь браузеров на самом деле на сегодняшний день много то есть определенное количество и каков каким браузером бы не просматривал посетитель ваш сайт сайт должен смотреться одинаково хорошо во всех современных браузерах каких браузерах это идет речь ну и е9 по крайней мере 9 и выше то есть на интернет explorer версии 9 и выше да вот в нем как раз я и говорил когда урок был у нас по картинкам когда картинка является ссылкой да видим вот рамку значит это опера последней версии яндекс браузер так mozilla я и по умолчанию как бы до просматриваю на протяжении всего курса mozilla у нас присутствует и это google chrome есть еще и браузер safari там есть есть еще некоторые но наиболее популярные набор это вот вот этот и в принципе пока мы к части css не приступили у нас все как бы выглядит одинаково ну со своими некоторыми отличиями минимальными да может быть где-то отступы побольше где-то отступы поменьше да вот в частности тут что касается меню например да вот в одном браузере она так в опере она чуть 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 видим все таки по-своему как бы выглядит да стандартное оформление свое в опере но так или иначе пока мы не приступили к css вот сделайте установите все как бы браузеры себе чтобы во всех браузерах просматривать верстку потому что именно отличий большинство идет может по крайней мере пойти в части css конечно мы будем делать все кросс браузер на по правильному но тем не менее могут быть отличия на будущее да поэтому всю свою верстку всегда проверяйте во всех браузерах с разметкой html мы закончили в следующем уроке приступим к части css уже будем непосредственно оформлять и выравнивать нашу разметку спасибо за внимание жду в следующем уроке приступим к части css пирам в следующем уроке приступим к ph Продолжение следует...